уверенность спокойствие сила красота богатство вошли внутрь началась работа уверенность спокойствие сила красота богатство пошла работа я много рассказываю о значении слова а его энергетическое воздействие на не только на организм человека но вообще на его судьбу и в этом я не одинок оказывается давным-давно было такое понятие как культура речи причем культура речи с таким скрытым смыслом и вот об этой культуре речи и мы немножечко поговорим о том какие слова желательно не употреблять и почему о культуре речи мы часто повседневном разговоре употребляем разного рода слова не понимая что стоит за ними сегодня разберем такие слова черт знает что меня бесит кошмар ряд других откуда взялись эти слова и их значение и много иное кошмар это одно из наименований домового причем отрицательного он во сне душит спящего человека как только проснешься кошмар исчезает значит это тонкоматериальное существо которое может нападать на человека вернее на его тонкоматериальные оболочки с целью отбора жизненной энергии а то и уничтожение для овладения его душой вывод простой не следует его упоминать что для него является призывом меня бесит есть ничто иной как разрешение бесам овладеть вами бесы тонкоматериальные сущности задача которых завладеть телесной и тонкоматериальными оболочками человека для самореализации физической мире причем эта самореализация направлена во вред роду человеческому вывод заботе об этом выражении навсегда чтобы не было с вами худшего до такого о котором вы и не подозреваете с ума сойти есть не что иное как пожелание самому себе сумасшествие подобные выражения незаметно но верно разрушают структуру тонких оболочек соответствии с вашими пожеланиями вычеркнуть это выражение из своего лексикона ничего себе вроде бы безобидное выражение которое означает отказ самому себе во всем это выражение формирует вокруг человека поле пустое поле а потому вы недоумеваете жизнь прошла почему меня ничего нет срочно вычеркнуть и забыть типун тебе и на язык типун это птичья болезнь проявляющийся как затвердение на кончике языка у птицы этим термином называют и воспаление языка человека возникающие в результате ранения например прикусил таким образом произнося типун вы желаете другому человеку раны нарыва опухоли язвы на языке или ротовой полости это есть не что иное как магия наводящая порчу на другого человека вы пожелали и произнесли все действие запущено подумайте прежде чем что-то сказать стоит ли она того или нет фига фиг имеет много вариантов названия кукиш шиш фига дуля и даже жест кулак с большим пальцем просунутым между указательным и средним его считают грубым жестом обозначающим высшую степень насмешки презрение и унижение а в германии это слово означает предложение заняться сексом неприличный жест является в странах востока например китай кореи японии турции это жест сексуального унижения но мы больше говорим не о жести а словах и в целом эти слова несут оскорбительное значение но не все так просто в русской традиции фига кукиш как жест использовали в качестве оберега от нечистой силы народная медицина использует кукиш как средство для лечения некоторых болезней в частности и ячменя навеки к больному глазу подносится кукиш со словами заговора глазной кукиш на тебе шиш другой вариант заговора ячмень ячмень на тебе кукиш что хочешь то и купишь купи топорок руби себя поперек сделаем заключение когда следует говорить это слово а когда промолчать в обычном обороте слова фига фиг произносится в сочетании со словом вам либо отрицание нифига себе то есть эти словосочетания является ответом на обман то есть вас хотят обмануть поймать а вы отвечаете на это отказом фиг вам что означает ничего не получите вот здесь эти слова уместны как некое противодействие но если их произносить в иных случаях бездумно то это будет по желанием самому себе быть обманутым черт общение с лукавым с целью их призыва тем самым вы добровольно позволяете им распоряжаться собой если вы не желаете попасть под их влияние вычеркните это слово из своего лексикона чувак чувак это кастрированный баран именно это означает первоначальное значение этого слова хотя имеется и другие значения как свой парень парень с улицы и прочим но тем не менее произноси это слово в виде обращения к другому мужчине вы его немножечко кастрируете а это уже порча я в шоке означает процесс нарушения жизненно важных функций вашего организма зачем вам эти нарушения помните что вы мыслите а тем более произносите слышат клетки вашего организма и подчиняется ему как приказу сверху впадая в оцепенение откажитесь от этой фразы навсегда я поражен прямой смысл признание своего собственного поражения и чем больше повторяете такую фразу в течение жизни тем больше будут в ней происходить и неудач вы сами их притягиваете произнося эту фразу замените ее на фразу удивлен а еще лучше восхищен и ваша жизнь станет совершенно иной не будет больше радости приятных побед восхитительных явлений по-своему удивительных людей следите за тем что вы говорите наши мысли и слова оказывает огромное влияние на нашу жизнь гораздо больше чем вы об этом знаете слово это не только звук который вы создаете горлом да и любой звук это проявление некой силы начнем издалека сначала очевидно любой звук это проявление силы энергии сила это возможность энергетического проявления это некий творческий центр из которого проистекает энергия вызывающая вибрацию которую мы слышим и даже понимаем ее значение так вот произнося слова мы приводим возбуждение эти силы более того используя в своем лексиконе определенные слова словосочетания мы окружаем себя этими силами сейчас век интернета это становится более понятным и наглядным мы вбиваем поисковик слова и через какое-то время на экране появляется его значение происходит некое действие вот упрощенный но наглядный пример того как человек с помощью слов взаимодействие с целой вселенной и силами в ней заключенными ранее существовала наука ригведа самое древнее таинственно и могущественно жрецы пели гимны и вызывали соответствующие космические силы которые выполняли желаемые действия сохранились и древние правила построения речи ведь человека строилась так чтобы только положительные силы окружали человека и способствовали его процветанию вот эту культуру речи хотя бы простейшим варианте я советую использовать кстати все современные религии взяли из этой древней науки практику молитв все мы знаем феномен намаливания когда человек повторяя молитвы получает доступ в общении со святыми ангельскими чинами и иными продвинутыми духами используя правильную речь вы проецируете себя в творческое пространство и притягиваете к себе положительные моменты в виде здоровья удачи процветания следить за мыслями и речи весьма и весьма трудно но это именно та школа которую нам надо освоить чтобы процветать уверенность спокойствие сила красота богатство вошли внутрь началась работа уверенность спокойствие сила красота богатство пошла работа благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте малахов про доброго здоровья и до новых встреч ваше участие